Книга «Открытым оком». Вопрос 2016. Том 8. Тема «Грех». «Те, кого привыкли считать за святого, допускали ли они умышленную ложь, когда они уже были верующими?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Создается такое впечатление, когда читаешь «Жития», что не те, кто писал эти «Жития» или в действительности тогда, как и сейчас у старобрядцев и коммунистов допускается ложь-конь воспасения. В кавычках это выражение. Потому что монашествующие просто идут на ложь. Иоанна 8. 44. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец, и отец лжи. Исайя 58. 6. Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ерма и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ермо. 1 Иоанна 5.17. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. 2 Тимофеем 2.19. Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию. Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. 3. Выходит, что кто не исповедует Господа, а живет, играя в монашество, ему вроде бы можно и не отступать от неправды. 4. Беда в том, что написав о допустимости лжи в житиях, поставили подобное в пример подражание. 5. Ибо тут же в житиях не осудили сей смертный дьявольский грех. Зараза пошла метастазами на века, на народы. 5. Особенно описатель житей прямо-таки восхищается умной ложью. 6. Если бы, если она была использована для ухода в иночество, тут восторги, тут дефирам был житту, что ложь такая добрая, такая лучезарная. 6. Ведь она же ради монашества, а подобная цель оправдывает все средства. 7. Но ведь ложь – дьявольское орудие. 8. Вот тут и орден иезуитов имеет свое обоснование, и чем тогда лучше православия, осуждаемого ими католицизма. 9. Бревно торчат во всех щелях и в глазах у самих канонизаторов в жи. 9. Савва Сербский. Память 19 января. 10. Немного времени спустя было явление святого Саввы одному из учеников его. 10. Святой Савва объявил, что с того времени, как Господь взял его от мира земного, ему не надлежит жить во гробе, а лежать в церкви на видении всем. 11. Тогда вновь вынули мощи его из земли и положили в деревянном ковчеге и поставили посреди великой церкви. 12. Через несколько дней пребывания в гостях у своих родителей, Растько просится у них на охоту в одну неблизкую дикую местность, богатую всякого рода добычей. 13. Родители охотно дают свое согласие. Получив родительское благословение, Растько в сопровождении своих верных людей отправляется в путь, но не для звериной ловли в пустыню, а на святую Афонскую гору для подвигов ради душевного спасения. 14. И уже никого, никакого значения не придают прямым словам Творца о прахе всякого человека, где ему надлежит быть после смерти. 14. Надлежит быть после смерти. Бытие 3.19. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься к землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах ты возвратишься. 15. Посему подобные явления из потустороннего мира нельзя рассматривать иначе, как явления духа лжи, противящегося воле Создателя. 15. Иулиания. Память 21 декабря. Когда Иулиания начала приходить в возраст и цвести красотою, и в то же время проявлять ум и добронравие, один из царских сановников по имени Елевсии, предупреждая других женихов, заранее вручился с нею. 16. Совершение же брака было отложено до совершеннолетия. 17. Итак, при нерадении матери блаженная Иулиания легко могла скрыть от отца свою веру во Христа и упражняться в молитве и чтении Божественных Писаний, исполненная в сердце своем любви к Богу и утвержденная в благочестии напомышляла, как бы ей отказаться от того, с кем она была обручена и избегнуть брака с нечестивым. 18. Посему, когда стало приближаться время брака, Иулиания послала к своему жениху Елевсию сказать «Не готовься напрасно к браку, да будет тебе известно, что я не соглашаюсь идти за тебя замуж, если ты не сделаешься епархом страны этой». 18. Так поступила святая уверенность, что Елевсию невозможно достигнуть этого сана, и таким образом думала избегнуть брака с ним. 18. Но Елевсий, плененный любовью к ней, начал тщательно добогаться сана епарха, то посредством усиленных просьб, то посредством богатых даров, то через сильных ходатаев, умоляя царя почтить его тем санам и по прошествии многого времени стратить многое менее. 19. Он, хотя и с трудом при помощи беса, достигнул желаемого, ибо дьявол, желая помешать доброму намерению святой девы, помог Елевсию. 20. Сделавшись епархом, он тотчас послал к своей невесте сказать «Радуйся, Иулиания, что имеешь меня женихом удостойных славы, я епарх, и так готовься к браку». 21. Иулиания, видя, что посредством вымышленного предлога она не избегла сетей и явлевсия, явно открыла то, что долго скрывала в сердце своем, и через посланных отвечала ему так «Хорошо, что ты удостоен епаршества, но если не поклонишься Богу моему и не будешь служить Господу Иисусу Христу, которому я служу, то ищи себе для брака другую. 22. Ты мне не угоден, ибо я не желаю иметь мужем того, кто не исповедует единую со мною веру». 23. Услышав это, Елевсий удивился перемене к своей невесте и сильно раздневался. Призывав отца ее африкана, он стал спрашивать его «Почему дочь твоя и от богов наших отказывается и мною гнушается?». 24. Афанасий Афонский. Память 5 июля. 25. Найдя здесь некого старца в безмолвии жительствующего вне обители, он просил последнего принять его, и дабы не быть опознанным по имени, он переименовал себя из Афанасия в Арнаву. 26. Между тем старец расспрашивал его, говоря «Кто ты, брат, откуда и по какой причине пришел сюда? Я был корабельщик», — отвечал Афанасий, — «попавший в беду, дал обещание Богу отвернуться миром и сокрушаться грехах моих. 27. По той причине я облегся во святой иноческий образ и, наставляемым Богом, пришел сюда к твоей святости, желая пребывать с тобою и получать от тебя руководство на пути спасения. Имя же мое Варнава». 27. Поверивши рассказу Афанасия, старец принял его, и остальное время Варнава прожил со старцем, во всем повинуясь ему как отцу. 28. По прошествии же некоторого времени он сказал отцу «Отче, начни обучать меня грамоте, чтобы я мог хотя бы немного уметь читать в Салтире. Когда я жил в миру, я ничего другого не знал, кроме плавания на корабле». 29. Блаженный Афанасий затем притворялся неграмотным, чтобы не быть узнанным и опознанным теми, кто стал бы искать его. 30. Тогда старец написал для него азбуку и учил его, как никогда не учившегося простеца. 31. Варнава, между тем, притворялся, будто не может понять и разуметь азбуки. 31. Так он поступал в течение долгого времени, оставив спичажиться за него, а иногда, разобидевшись с гневом, прогонял его от себя. 31. Названный же Варнава смиренно говорил «Отче, не отгоняй меня неразумного и дурного, но, Бога ради, потерпи и помоги мне твоими молитвами, да подаст мне Господь разумением». 31. Ефимый, новый память 15 октября, в то время был славен своими подвигами преподобный Иоанники Великий. 31. Однажды к всему великому подвижнику собралась большая толпа, жаждущая слышать от него слово назидание. 32. Среди сей толпы, затерявшись в ней, стоял и юный Никита. Прозрел богоносный отец Иоанники и горячее желание Никиты иноческой жизни. 33. Его будущую славу и преуспеяние в добродетели пожелал явить пред всеми скрывавшуюся в нем до того времени добродетель. 34. Кто это такой, что в образе мирском так смело обходится с другими? – притворно спросил Иоанники, собравшихся к нему иноков. 35. Не знаем, – ответили ему они. – Этот юноша дурной человек, он человекоубийца! – воскликнул с притворным гневом Иоанники. – Возьмите его и свяжите. 36. С удивлением смотрели иноки на юношу и на перерыв спрашивали, подлинен ли он убийца. 37. А юноша еще прежде иночеслав, державший послушание и смирение во всеослышание, объявился действительно убийцей, достойным тяжкого наказания и готов был с охотой принять возлагаемые на него узы. 37. Оставки – остановил иноков старец. – Я обвинил его пред вами как убийцу только для испытаний. 38. Если в юности и в мире, еще не испытав нашего жития, он ради послушания признал себя виновным в таком преступлении, то каковых добродетелей он не совершит, когда сделается иноком. 39. Выслышав сие, смиренный Никита ушел от святого Иоанники. 40. Он понял, что если он останется в лесе Иоанникия среди его иноков, то не избежит той славы, которую он так ненавидел еще в детстве своем и спасаясь, от которой бежал из родного своего селения. 41. Другой старец Иоанн, живший недалеко от Иоанникия, с радостью принял пришедшего к нему Никиту и преподав ему уроки о подвигах иноческого жития. 42. Вскоре же облег его в ангельский образ, назвав его при постижении Евфимием. 43. Пробав у Иоанна довольно продолжительное время и научившись от него скидскому безмолвию и подвижничеством, Евфимий по приказанию своего учителя ушел в Кеновию. 44. Помыслы оставленных им супруги, родственников и богатств уже не раз волновали его душу, но неся сие послушания, Евфимий мог утешать себя словами Спасителя. 44. Всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. 45. Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня. 45. Матфея 19, 29, 10, 37. 46. Почему они лгут? Наказание боятся? 47. Почему они лгут? Наказание боятся? 48. Неправда приносит им выгоды много, вранье непрестанно, в отчетах, в связцах, щупает щупальцы лжи осьминога. 49. Прабабка поверила лжи хвостовству, прадеда тому научила смиренно, ложь прилепили к распятию Христу, теперь принимают на уровне генном. 50. Правители царь, президент и залгались, пишут, печатают, врут по эфиру, будто есть правда, а лжи только малость, но даже иконы и те искривила, под разным предлогом украсить рассказ, себя похвалить, представляя героям, что не тебя, а уж ты будто спас, убил сорок уток одним лишь патроном. 50. Будет безотчетно поверив в себе, чтобы помочь же свидетельствам умным, лепят неправду, открыто в суде, к дьяволу бездну провалятся в шумом. 51. Дьявол есть лжец и отец всякой лжи, малой, великой, привычной и всякой. 52. Правдой сегодня нельзя, мол, прожить, и нет нам движения, стоим, раскорякаем. 53. Царство небесное лжец не войдет, совесть проснется, кому же служили? 54. Правдой живущий, он как идиот, без разных кривляний и кривды ужимки. 54. Христос наш есть путь, только истина, жизнь, и нет в нем ни правды, греха и лукавства. 54. Дай Господи сил отгребаться от лжи, церкви в душе и во всех государствах. 55. Как бы все-все изменилось тотчас, сколько раскаяния, слез и улыбок. 56. Жить не по лжи, не солги сгоряча, правдой дождем размельчаются глыбы. 21 сентября 2003 года. Игнатий Тихонович Лапкин.